А теперь обо всем подробнее. Дороги, за которые никто не отвечает, есть в Красноярске. Их отказываются чистить и специальные службы, и управляющие компании. Земля, согласно кадастровой карте, принадлежит городу, но по непонятным причинам в план уборки ее не включили. При этом таких участков в городе много, они есть в каждом районе. Кто все-таки должен их чистить, расскажет Евгений Назарчук. Это дорога возле шестой школы на улице Матросова, порядок на которой, по всей видимости, никто и никогда не наводил. Здесь снежная каша, не пройти и не проехать. Ноги пешеходов по щиколотку вязнут, а колеса автомобилей едут по колее, как по трамвайным путям. Ежедневно сотни детей, рискуя с собой на этом пешеходном переходе, идут в школу. Я не помню, что вы честили, да еще нынче зима такая. Чистили, когда выборы были, когда ждали главу города, тогда чистили. Едут машины, едут дети, сильно страшно. Инвалид на коляску возят, это безобразие такое, как вот помогают человеку-инвалиду на это безобразие. Такая же картина на дороге Дублёре вдоль домов по улице Карамзина. Машины, проезжая к детским садам и жилым домам, шоркают днищем. Люди массово просят дорожников, чтобы те навели порядок. Но в ответ один и тот же комментарий, который никак не решает ситуацию. Мол, участок не включен в план уборки и чистить его никто не будет. Это абсолютно дурацкая ситуация. Абсолютно дурацкая и людей точно не должно интересовать, кто за участок отвечает. Заканчивается зимний период, никто туда ничего не включает. Начинается весенний период, никто ничего не включает. И это просто движение по кругу. Вот опять идет снег. И опять снег для города Красноярска окажется катастрофой, потому что ничего себе, зимой снег идет. Ну, это правда уже не смешно. Мы вылизываем центр города, а социальные объекты, которые находятся на правом берегу, остаются недоступными для людей. Эти земли, судя по кадастровой карте, принадлежат городу, а не относятся к территории общего пользования. За все, что не является частной, краевой и федеральной собственностью на территории Красноярска, должен отвечать город. А если быть точнее, мэрия. И это точно не проблема людей. Обязанность города найти необходимый механизм и решить данную задачу. Но, как выяснилось, только после того, как прошла половина зимы, они узнали, что есть такая проблема. Действительно, сейчас скрылась такая проблема, что межквартальные и междворовые проезды в сложности возникают с их уборкой. Вопрос сейчас решается в правовом поле и будет решаться в правовом поле, потому что нужно вносить изменения, видимо, в какие-то нормативные документы. Но пока предприятия городские берут в работу такие участки, где наиболее критичные ситуации, где расположены социальные объекты по одному-два в сутки. Но когда эта проблема решится и землю включат в списки на уборку, нам ответить не смогли. По всей видимости, людям и дальше придется пробираться через рыхлый снег и ездить по колеям. Впереди еще два месяца зимы и еще предстоит не один снегопад. Он будет только ухудшать ситуацию на таких проездах, которые ни за кем не закреплены. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, 7 канал. Павел Иваницкий, 8 канал.